Итак, дорогие друзья, наши кошмары материализуются. Морозевич с Федосеевым уверенно идут ферзевые окончания с пешкой Ж, ну, про который, конечно, уже много песен сложено. И сейчас мы споем еще одну. Давайте переключаемся в турнирный зал. Судя по всему, Александр Морозевич полагал, что он легко выигрывает. Смотрите, он что сделал. Он дал шаг на Ж6. Потом поставил... Погодите. А, вот именно таким макаром, да, теперь после размена Король Ж6, Король Аш-3, Белый побеждали бы, но... Нет, вот если здесь взять на Е5, я имею в виду, Король Ж6... А, так то же самое, да, получается? То же самое. Ну, кстати, вообще тогда непонятно. Ну, последовал Король Ж6, Король Аш-3 и взяли-взяли Король Ж5. Вот непонятно даже, как Александр Морозевич мог вот на это пойти, потому что здесь видно, что Белые не могут добиться прогресса, иначе как двигать пешку на Е6. И получается вот тот самый Эншпель, о котором мы, собственно, и говорили. Сюда-сюда. А, взяли-взяли. Ж4. Ж4. Ну, давайте поймем. Во-первых, на вертикаль А ходить нельзя, да, потому что после превращения ферзей следует шаг на А8, шаг на Б8, а возменялись. Значит, на поле С4 тоже идти нельзя из-за шага. Стало быть, варианта только два. Король С5 или Король С3. Ну, давайте, условно говоря, ставим Короля на С3, превращаем всех ферзей, какие только возможны, причем с шагом, елки, с палки, еще и с шагом белые, черные превращаются. Тогда можно было и на вертикаль А, кстати, становиться. Так что это вообще, ну, не знаю, официально этот эншпиль ничейный, официально, но проигрывается он, вот, примерно в половине случаев. То есть здесь компьютеры выдают уже, соответственно, там, пятифигурные базы, они выдают строго равенство. Если черные где-то ошибаются, они выдают мат, там, условно говоря, в 20 ходов, да. Вот, и для живых людей здесь ошибиться, ну, проще пареной репы, да. Я, кстати, ни разу в жизни не ел пареную репу, и у меня, вот, идея-то возникла. Я, когда сыну стал объяснять, что такое, нам говорят, проще пареной репы, он говорит, ну, вот репу-то мы покупаем, но никогда не парили. Так что идея все-таки отпарить репу, в общем-то, есть, на самом деле. Просто проверить, а просто ли это. Вот, потому что после того, как царь Петр завел, завез в Россию картошку, мы как-то репу отставили в сторону, а ведь раньше это был основной гарнир. В российской тогда еще отнюдь не федерации, а в империи, да. И, кстати, и в Англии тоже. И во многих странах вообще репа была едва ли не основным таким продуктом. Вот, ну, после того, как картошку к нам из Перу привезли, ну, соответственно, картошка победила. А поговорка, знаете ли, осталась. Итак, где здесь надо держать черного короля? Каким образом давать шахи, это большой вопрос. Кстати, а шахи, может быть, здесь сразу происходят, да? И, кстати, может быть, вообще король на 3 действительно было полезно. Давайте я просто поставлю вот здесь. Все-таки короля на 3, чтобы он не мешался. Так, так. Сюда, сюда. Так, так. Не получится ли у нас сразу вечного шаха? Потому что белый ферзь на g8 расположен чертовски неудачно. Ну, допустим, мы куда-то пытаемся убежать. Ну, идея такая. Ферзь е4, король h3, ферзь е3, ферзь g3. Ну, допустим, даем шажулики. На этот ход такой шажулик. На этот ход такой. И все время как-то хитро по диагональчикам. Да, а, кстати, как вообще? Куда бежать? Ну, не знаю, что здесь можно выцеганить. Я как-то не вижу каких-то серьезных идей. Так, мы играем, наверное, вот так. Погодите. Ну, хорошо, даже ферзь f4. На этот ход я даю такой шаг. На король h7, ферзь h5. На этот ход мы радостным гиконем играем ферзь h2 и вообще съедаем пешку на g2. Не получится ли у нас вообще просто вечного шага сразу? Александр Мазевич думает сейчас о том же. И думает о том, что же я наделал. Господи ты, Боже мой. Позиция была выигранная, а теперь позиция непонятная. Позиция просто непонятная, но король h5. Ладно, мы сейчас посмотрим, как Владимир Федосеев будет здесь совершать соскок с этого шахматного снаряда, как грамотный гимнаст. Так, здесь мы видим, что Владислав Артемьев заводит все ладьи на ферзовый фланг. Возникает резонный вопрос. А зачем, Владик? Зачем? Неужели он хочет там b4? Ну, b4 сам по себе, по-моему, позиционно слабый ход. Там белые могут даже просто пешку на b3 поставить. Да могут и посмотреть, что дальше хотят черные. b4, b3. То есть, в чем идея-то заключается черных? Не совсем понятно. Ну, собственно, идея белых тоже пока теряется в дымке неизвестности. Но если мы представим себе белого короля где-то, ну, не знаю, вот там, условно говоря, какую-то такую позицию. Хотя пешка на а2, кстати, вот забавно все время висит. А если сыграешь а3, тогда b4 черные цепляются. Но я имел в виду каким-то образом провести е4. А вы знаете, согласились на ничью просто соперники, да? Согласились на ничью. Ну, да, вы знаете, как-то партия не удалась. То есть, Гельфанд создал перспективное положение, но не нашел планы. Не нашел планы. Я думаю, что мы их не будем звать на пресс-конференцию. Так, сейчас я напишу. Гельфанда не зовем. Ну, вообще, я сегодня злой и противный. Потому что Мразевич сейчас устроил нам такое вот испытание. Сейчас будем ферзовое окончание долго анализировать. Так, а кого мы позовем? Давайте позовем Даню Дубову, если он сейчас выиграет. Вот давайте посмотрим. Здесь дело в том, что у Дани-то возникла хорошая идея. Ладья d5. Он все-таки сыграл е6. Ладья и ты. Я, честно говоря, думал, что здесь вообще можно сразу f5 сыграть. А почему Даня не сыграл f5? Возникает такой вопрос. Значит, идея понятная. Пробежаться босиком по рассе и дальше вот. Но gf бьем сюда. Идея в том, что у Ладья g3, e7, кажется, пешка проскочила. Она просто физически проскочила в ферзи. Да? Потому что Ладья e3, слон e4. Этот шаг, ну, наверное, найдется какая-нибудь штучка. Не знаю, король f4 или еще как-нибудь. Как говорится, с божьей помощью здесь пешка проскакивает в ферзи. А что тогда на f5-то? Как вообще спасали бы здесь черные? Допустим, взяли на f5. Взяли и... Король расположен неудачно. Сейчас белые вообще сыграют. g4, g5 им отдадут. Не знаю, слон c... Вот, например, если черные играют, допустим, слон c5 держит пункт e7. Ну вот, после g4 как-то неожиданно сдаться придется. Так. Что же делать? Слон d4 с идеей шаха, да? Ну, допустим, даже здесь я сыграл g4. Углаза же опять довольно серьезно. Ладья е5, король f4. А к нам пришли Борис Гельфанд и Владислав Артемьев. И мы тогда попросим их рассказать про свою партию. Рассказать про свою партию. Был ли там выигрывающий план или нет. И давайте сделаем технический перерыв. Мы сейчас переустановим камеру. Итак, дорогие друзья, у нас в гостях сейчас Борис Гельфанд и Владислав Артемьев. Они сыграли в ничью. Ну, давайте попросим их приоткрыть некоторые тайные позиции. Да, что здесь было? Потому что вот это положение, ну, достаточно известное, да, как я понимаю. Вот приход коня на f3. Что-то такое мы видели, да, уже? Ну, мне казалось, что логичный план. Он вообще конь там на f3. Я, похоже, не совсем другая структура. Похвастаюсь, когда мощь черная слой нарки. Он играл там коня с c3 на f3 перевел. Очень сильное позиционное решение. Одно из которым горжусь. А тут вопрос конкретный, мне кажется. К сожалению, я не успел. То есть, если бы я успел коня f5, g7, f5. То есть, если я переведу коня на f3, рокируюсь, то будет долгосрочный перевес, мне кажется. Ну, да, я согласен. А вот конь g7, f5 я не успеваю на ход где-то, да? Кстати говоря, вот первоначально я собирался слон h4 играть, но потом как-то подумал конь f3, f5. Да, вот на это я рассчитал. И тут, скажем, ладья h2. Ладья h2, 3, 0. Вот так я и хотел. Ну, белые просто сдваиваются по линии 6. Слон е2 играют. Слон е2, е5. Вот это то, что я и хотел. Ну, и может быть неприятно даже. Ну, плюс равно, то есть, я говорю, да, да, да. Поэтому конь g7 как-то удачнее. Ну, это рассчитывал. Вот тут что-то я не успел. Если бы я хожу сразу 3-0, то все равно конь g7, да, или нет? Может, я вот тут... А, вместо конь g1? Нет, вместо конь е2. А, вместо конь е2? Ну, пока сделается такое, в общем. Тут, может быть, уже конь h5, да? Конь h5, да. Ну, е4 вряд ли. Ну, е4. Слон h4, да. Слон h4, еда, еда как-то? Еда, еда. Ну, давай е4 поставим. Ну, давайте посмотрим. Не, просто черные как-то нарушают действительно что-то. Ну, на 4, да. То есть, может, окро... В общем, к b4 пойти, в принципе. B4. Ну, как альтернатива. Да, да. Ну, коня как-то. А там грубости не будет, нет никаких? Ед, bc пока. Ед, bc пока. Конь d5 тоже, наверное, да. Взял цел. Ну, не настолько все плохо, мне кажется. Да, 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 понятно, да. Не-не, да, да, да. Не проходит, да. Ну, b4, конь a4. Да, да, допустим. Скажем, могу ферзь c7 пойти? Да, разумный ход. А f5 нету? Нет. f5? Да. Даже конь f4 такой возможности. Еф, еф, конь f4. Еф, еф, да, еф, да. Хорошо, еф. Конь f4. Ладья е1 как-нибудь, король f8. Как такая потеса. Ну, стоп, а в такой редакции, кажется, ед, cd, слон b5, нет? Может быть, да. Тут, может, так опасно, да, да. Да, надо поаккуратнее сыграть. Аккуратнее, тут не так плохо. Ну, в общем, ты нуля-то... А стоп, а черные же могут просто побить, и теперь ферзь c7. Да, структура в пользу черных. Структура, конь b6, ладья d8, да? Ну, главное, чтобы динамики не было никакой, да? Да, конь b6, может быть, есть ход, да, какой-то? Да, допустим. Или f5? Ладья d8 нет, f5, gf, а ладья d8, конь c4 пока. Перевелись. Конь df6, да? Слон f3, ладья d4. Конь f4? Шаг вообще. Да, да, да. Ну, да, то есть е4 маловероятно, но... Теперь можно конь e2 с ладья. Да, в конце слон со шесть, слон f4 все-таки, да. Ну, ладно, она младья d4. Да, вот тут, может быть, да, вот так, может быть, хитрее был. Ну, или конь e2, конь h5. Слон h4? Слон h4, ладья h2 пошли. Ага. А если по аналогии с партией... Да, вот главный вопрос, а что происходит, если черные делают то же самое? Может, конь g3? Нет, может быть, f3 эту бы пойти. У тебя идеи нет, наверное. Я думал, пойти f3. Чтобы е4 всегда, да? Так, а теперь слон h4. Слон h4. Ну, е4 пока. f5. f5 слон е3. Ну, здесь совсем мало, мне кажется. Конь h5, просто на ссу. Король f7 можно пойти. Да, да. Да, поле f3 у себя занял уже. Да, вот тут я не нашел. Может, и не было. Но казалось, что должно найтись какая-то... Нет, но я думаю, что конь e2 нормальный ход, как бы, особых альтернатив не было. Не, я понимаю, но вот где-то вот тут план найти бы. Проблема, что... Да, да, конь g7 сильный очень ходит. Да, конь f3, конь f5. 3-0 конь h4, да? Да, да, конечно. Ну, можно конь h2 отойти, например. Конь h2, да. Ну, вот тут мне казалось, что даже f5 может пойти. f5. Ну, да, могу... Коня с h4 не сдвинешь. Не сдвинешь, а там конь f6, второй на e4 идет. Придется f3 ходить. Ну, как-то настолько негармонично белое снять. Ну, да, короля на f7 держу, слона на f6. Ну, да, или на f7 перебросишь. Ну, да, плотная позиция. Не, ну, белое абсолютно негармонично с конем h2. А конь e5 тоже не сбивает. Ну, да, если меняться, то вообще ничего. Если конь e5 поставить. Конь e5 в том-то дело, чтобы взял конь f3 как-то. Конь e5, конь f3. Конь f3. И слона выменивает. Если бы я успел, да, да. Если бы слона оставить, да. Ну, да, здесь порядок черный. Да, и тут слон e1, ну... На слон e1... Побила а4 даже. Либо слон h4. Слона h4. Ну, тут не верится, что вообще может быть. Ну, это да, на руку черном скорее. Да, да, да. С огнем немного. Ну, поэтому слон f5, мне кажется, логичный ход. В принципе, можно было и gf, но тут мелкая инициатива. Можно одну секундочку. А вот здесь, да, конь f5, да? Может, король e2 сыграть? Чтобы коня на f3 не пустить. А потом уже ладью прокинуть, королем убежать. Конь h4, конь e5. Побила f6 уже, мне казалось, это или f6, наверное. Ну, либо рокировку. Ну, рокировка ладьяжа 1. Ладьяжа 1, но... f5 просто. Ага, слона. Ну, здесь хоть какая-то жизнь есть на Марсе. Ну, как вот... Ну, жизнь такая. Я не знаю, вот насчет f4 не знаю. Может быть, ладью надо сначала перескочить. А что, черные могут прямо и e5 сыграть? Ну, если проходит. Ну, да. Ну, rs e7 пока. rs e7, да? Ну, да, то есть черные... Без коней потенциала нет в позиции. Объекта потаки нет здесь, мне кажется. rs e5 пойдем сейчас. Да, да, да. Ладьяжа 4 тоже ничего не даст. Да, ну, в худшем случае коней в 5. Там же никогда этого коня не скинется. Нет, ну, я всегда могу рокировать. Король h8, вот эти у белых нет и 9. Тут мне кажется, что белый провалится в два счета. Ну, слон е1, коней в 5 пойдешь, когда там нападут. Ну, да. Мало вероятно. Согласен, согласен, да. Такая, мне кажется, с огнем игра. Так, слон f5, да? Не, gf, ну, можно g. Можно было, да, 3-0. 3-0. Нет, ладьяжа 1 на виду. Ладьяжа 1, да, ну, тут мне казалось, что... Так, это больше мяп. Да-да-да, нет, но еf-то был как-то более надежный. Скажем, слон f6, 3-0, король e7. Я тут испугался, куни е5 немножко. Куни е5, фе, слон h4. Что такое полуфорсированный вариант? То есть ладьяжа 8, хочу пойти следующим ходом, укрепиться как-то. Тоже прочный, кстати. f3, ладьяжа 8, ладьяжа 6, хочешь посмотреть? С кого-то е4, следить на... А, нет, стоп. А слон е1 не пойти, да? Мало, побил ладьяжа 6, ферзи f2, король f8, да? Взяли-взяли, ладьяжа 6. Да, ферзи f2 и король f8. Нет, ну, визуально, как бы... Визуально, более-менее, черно, вполне. Да, а4, а4, а7 отойти, в принципе, да, да. Перси и 7. Да, ну, а4-к-то пока. А4. Ну, я не претендую на многое, но какая-то 6 продолжается. За вертикаль же можно побороться, да, все-таки, да? Ну, да, кстати, может, чуть-чуть поприятнее. Ну, да, именно поэтому я и еф сыграл, чтобы... Я вот не знаю, 3-0 сразу или а4 ходить. Хоть надо было, нет? Ну, если ты 0-я, то я могу... Так... Конь f6, конь e5, да? Да, конь f6, конь e5, ферзь c7. Мне казалось, я с h5 не сброшу. Ну, может быть, f3 пойти. Ну, там слон с e1 сейчас начнет куда-то перебазироваться. Ну, может быть, не f7, f4, c8, чтобы на e6 забросить. Угу. Может, вообще не конь f6? Да. Как-то повременить можно. Ну, f4, c8, если такое, что, в принципе, ничего, как в партии, ничего, наверное, не изменится. С другой стороны, немножко пассивная позиция у черного. То есть, все время нужно следить за мелкими угрозами. Да. Тогда в партии, может быть, мне выгоднее, что h4, h5 не встанет. Здесь можно h4. Нет, h4, мне кажется, хороший ход. То есть, идея в том, что на конь f6, h5 и... Да, жертву качественно здесь, да. Мощная компенсация здесь. Да, конечно, конечно. Ну, мог еще только конь f6, конь e5 встанет. А, нет, конь f5, ферзь c8 именно вот так. Да, именно вот так. Ну, здесь мощный пешечный кулак. Ясно, что они пойдут рано или поздно, да. Да, это не в пользу черного. Поэтому h5, да, 3-0. Да, ну и вот получилась позиция, которая мы благополучно. Ну, мне кажется, здесь еще не все ясно. То есть, ферзь c8. Вот здесь можно было конь g5 пойти, например. Конь g5 был ход, что-то мне не понравилось. Конь g5, может быть, да? Может, хитрее, да? То есть, лан g5 как-то, может, рискованно немножко? Да, fg, потом f3, да? fg, рокировка f3. Ну, не знаю. Ну, покажем просто, да. Так, fg. Ну, hg вряд ли, да? Хотя hg рокировка в ладе ошибает. Вряд ли, да. Ну, может, на hg конь f8, да. Ну, здесь все-таки как-то... Ну, где-то сейчас будем потихонечку. Ферзь, не знаю, d3, не знаю. Ну, да. И если белый слон придет куда-то в район поля d6, где-то e4 может пройти, да? Ну, да, вот так. Ну, там, да, как-то так. Да. Ну, там, правда, приватикаль е1, а слон e1. Ну, даже король d2. Ага. Ну, король d2 поаккуратнее нужно менять. Почему? Ну, что, сейчас слон g3, и все. Перейдем и будем играть. Ну, игровая инициатива, может, есть на страницах. Тоже, конечно, пробиться очень хорошо. Без гарантии, но с шансами, да. И как после конь g5 надо реагировать? Скорее, лучше не реагировать. Я думаю, в быстрой шахматы вы выясните это. Вы же в быстрой шахматы сыграете. Вот сыграйте эту позицию и покажите, что тут на самом деле. Не, ну, конь f8 можно пойти, например, да? Ну, конь f8 можно пойти. f3, конь e6 пока. Ну, может, сразу e4, действительно. На конь d4 first d3 просто, да? Да, может быть, да. Может быть, конь g5 опаснее. Ну, все-таки. Да, на f3, f6 сходить конь h3, конь e6. Нет, на f6 не хочется ставить. Не хочется. Там все-таки конь f2, конь e4. А конь все равно перейдет на d3. Нет, зачем? Ну, да. Может, g5 хитрых было, да? Интересно. Не так просто найти сразу вход. Да, наверное. Ну, дом-то защита в анализе будет найдено. Безусловно, да. Так что... Да, да. С помощью компьютера здесь, наверное, такие позиции держатся. Нет, тут компьютер как раз. Как раз самая антикомпьютерная позиция. Нет, я как раз думаю... Ну, это до той поры пока e4 не идет. Да, да. Там уже, да, да. Там уже пригодится в хозяйстве. Нет, мне кажется, аккуратно игрой как-то черные должны тут уравнять позицию. Только для коня бы место найти какое-нибудь. Да, да. Он как-то стоит без... То есть, конь f8 сразу, я так полагаю, рискован. Здесь как раз e4. Да. Да. Здесь динамика какая-то может начаться. f7, да. Ладья f1. Ладью на f6 куда-то закинуть, да, в перспективе? Ну, рахировка пока, да. Слон e3. Потом ладья f6. Ну, неприятное напряжение. Да, да. Ладью на f6 поставить. А, e5 грозит уже, да, в какой-то степени? Да, e5. Ну, в общем, после коня g5 перед черными стояли бы более серьезные проблемы. Можно так обтекаемую формулировку, да, избрать. Ну, пришлось бы подумать. Ну, некоторые проблемы, да. Да, да. Не более скорее. Хорошо, а вот дальше, после размены на e5, скажите честно, был ли момент, где белые могли как-то рвануть e4? Если честно, то я опасался за позицию немножко. Ну, вот покажи момент, где можно было это сделать. Ну, e4, по-моему, не в трейнере рванулся. Нет, как раз не e4, а немножко другой, по-моему. Ну, то есть, это все логично было в целом. Ну, мне кажется, черным слонов самое простое было поменять. Слонов? Да. А я как раз опасался. Ну, допустим, король b7, да, взять, ладеда 8. Я боялся, что где-то ладеда 1, ладеда 3, а3. И как-то цепляться можно немножко. Да, но зато там всегда ферзь e7 будет, где-то сможешь цеплять. Владик, а как цепляться? Ну, допустим, пешка на а5, ну, там король, условно говоря, где-то будет. Нет, король-то ладеда 3, ферзь 2, ладеда 3. Нет, а, я думал, ты сказал а3, да, понятно. Я как-то не хотел а4 играть, хотел эту структуру поддержать. Ну, да, да, понятно, да. То есть, тогда приходится черным одну ладью отвлекать, да, от центра. Ну, и, соответственно, если в центре выставляется, а дальше что? Ну, допустим, ладья на а8, ладья а8, ладья d3, да, ну, так вот стоим. Вот здесь просто стоит ладья d8, ладья d7. Вот какой план? Ну, пожалуйста, ладья а3. Стоим? А, ферз d2, да, в этом смысле. То есть а4, это уже зацепка небольшая. Ну, да, да, да. Где-то ферз b4, b3. Ага. Ну, король c8 тоже, беда нету пока. Король c8 и вторая на а7 пошла, да? Ну, просто, когда играешь в парке, всегда кажутся какие-то... Нет, ну, понятное дело, да. Поэтому, да, конечно. Хотя, объективно, конечно, должны черные здесь. Довольно легко держаться, я думаю. Ну, вот и выяснилось, почему чернопольные слоны не были разменены. Мы просто во время как-то прямого эфира... Мне показалось так надежнее. Ну, пешка на 5, во всяком случае, держится, да? Да, да. То есть без проблем, да? А e4 тяжело провести. e4 всегда два раза e5. Ну, пока просто какие-то идут маневры, но... Ну, ходы могли быть немножко другими. Ну, да, да, да. Слон f6, король b7. Так, и где момент? Где момент, где можно о чем-то поговорить конкретно, да? Если тут... Я больших идей не видел, честно говоря. Так, ну, а4 я решил пойти, иначе как-то... Не знаю, водя c1 может. Да, водя c1, ферд d3, там... Ну, как-то, да. На b5 зависает, да? Такая позиция. Слон f5. Так. Ну, да, допустим, если здесь e4, то... Вот, вот. Взял, взял f5. Да, f5 и ферзь f3, да, например. Да. Слон f6 хотим, поедим. Вот тут я так понимал, что b4 может где-то... Ну, это уже настоящая война уже. Ох, как интересно. Да, слон f6. Слон f6 на g6 зависло все-таки, да? Стоп. b4, слон d2 еще, конечно. А, тут водя на d8. Да, давайте слон f6 лучше. Ну, да. Чтобы на d4 не надавили, да? И как черные здесь выживают? В ладе c8. А зачем b4? Ну, просто проверить. Как всем нахватываться? Нет, b4 просто создается... Не, ну, может быть, на ферд d4, а ферд d4 можно пойти сразу, может быть, слон d8 пока. Да, у меня были такие мысли. Слон d8. Может, сохранить, чтобы на d4-то не висело? Ну, f5 тогда выгоним. А, то есть, вот если теперь слон возвращается, то дай f5, да? Мне кажется, объективно порядок черв. Я думаю, там, оценка компьютера в районе равенства здесь. Мне так кажется. Но меня больше другой план смущал во время партии. Ну-ка. Так, ну, то есть, белые готовят перевод короля. Так. Да, король c2. Допустим, конечная позиция. Так. Вот, и здесь, допустим, король g1, но черные стоят. Да, король c2. Саша. Теперь слонов 6. Дальше. Стоим. Ферз g5. Ну, стоим дальше, да? Ну, нет. Надо пойти не так, не. Лучше пойти ладья, наверное, не королем, а ладьей на а7. Ну, в чем план? Владик сформулирует. В чем план дальше? Ну, плана как такового нет. Просто какие-то мелкие угрозы. Ферзя на g7 переводим, слон g5. При короле на g3 пытаемся поменять ферзей и королем пройти. Ну, не знаю. То есть на f6 ведем ферзя, да? Ферз h6, ферз g7. То есть, я так полагаю, ферзей может удастся поменять, а вот пройти не будет. И потом король f4 побежал туда. Мне кажется, можно было еще поиграть. Ты видел это? Нет, вот этот план явился, что королем побежать не видел. Вот мне казалось, что просто ладья а7, ладья b8, и я дальше не могу. А, то есть другую стойку избрали? Да, да. Если бы я видел, наверное, продолжил этот план, чтобы поменять ферзей. Ну, такой идеи не пришло. То есть, условно, в 6. Какой ход черный? Нет, нет, вот тут и мне король на а8 все правильно. А, это правильно? Да. Не, вот конечная. А, конечная. А, то есть это верная расставка. Вот тут не король а7, не король а7, а ладья а7 из короля а7. Давайте. А, а. А, просто так? Да. Как-то неэстетично. А, ату на b8. Ну, хорошо, давайте король g2. Ладья b8. Король g3. Король g3. Не видно, что может помешать. Ну, можно ладья а7 пойти и слонов поменять. Ну, ладья а7 аккуратнее. Здесь b3 может и. Да, да, b3, да, уже, да. Какие-то мини-проблемы могут возникнуть. То есть партия-то была недоиграна, да? Слом b4 можно пойти, наверное, где-то, да, я думаю. А где-то уже. А, в чем идея? А3. А3. Б3, белые назад королем идут. Потом слона выводят. Да, ну, b4 там забьем. Ну, да, наверное. Да, да. Не, а тот же план, если проводить. Вот, допустим, слон стоит на b4. В чем идея? Ну, допустим, играем ферзь g7, слон g5. Нет, ферзь g7 сначала. Потом слон g5. Да, ферзь g7, слон g5, и что помешает нам сыграть ферзь e6, ферзь f6? Может быть, там, конечно, можно ферзем как-то отойти. Ладья e8, ферзь f6, ферзь d7, что ли, да? Ну, ферзь c8. А, ферзь d6, ферзь c8. Да, ну, ладья e8, да. Допустим, король f4. Вау, тут где-то мат получишь. Где-то мат? Словно 5. Так. Не знаю, ферзь c8. Сейчас пойду на любую. То есть можно не менять ферзей на самом деле, да? Нет, ферзей-то, конечно, нет. Ферзь f6 и просто ушли, да? Ферзей не стоит. Нет, ферзей менять не стоит это. Но король на d4 везде под волшебные комбинации может попасть. Нет, на счет ферзи c8, мы ладья g8 будем выгонять. Ну, да. Нет, ну, по крайней мере, можно было еще немножко поиграть. Да, да, да. Попробовать. Да. Ну, объективно, черные держатся, я вот уверен. Да, да, нет сомнений. Ну, хорошо. Вердикт, что ничейная смерть побеждает, так что черные держатся везде. Вот этот маневр конь h5, конь g7, конь f5, судя по всему, удачное решение, да? Ну что, поблагодарим шахматистов за их рассказ. Ну, в следующих партиях будете побеждать. Спасибо. Давайте посмотрим, что у нас происходит на турнирной площадке. Я просто... Сейчас мы будем перестраивать снова нашу... Наши камеры. Я могу сказать, что Дубов сыграл в ничью с Шировым. Итак, у нас принцы сегодня выиграли. Дорогие друзья, принцы выиграли со счетом 1-0. То есть с перевесом в одну очко. Выиграл Гриша Апарин у Дреева. Остальные поединки завершились в ничью. Алиса Галямова не смогла выиграть у Шуваловой. Вот если сейчас нам напоследок вот диаграмму режиссера нашей выдадут, я покажу, каким образом это произошло. То есть осталось буквально у нас 5 минут у нас в репортаже, потому что все партии, дорогие друзья, все партии завершились. Первым я покажу Даню Дубову, что у нас произошло. Так, вот она. Так, что такое? А Даня просто не стал даже Е6 сюда. Ну вот мне осталось непонятно, дорогие друзья, почему же Даня здесь не сыграл Ф5? Ну как-то можно было побороться. Причем я вам замечу, что без малейшего риска. То есть Ф5 можно было сыграть. А Даня сыграл король А4, слон А5 и соперники согласились на ничью. Ну не знаю, мне кажется, что стоило использовать все шансы. А теперь посмотрим, как Алиса Галямова. Ну вы знаете, Полина Шувалова вообще молодчина. Конечно, позицию она получила стратегически тяжелую, пешки не было. Но вот как-то в дальнейшей борьбе она наладила сопротивление. И вы знаете, здесь действительно отправила короля вперед. Слон Е1, король Е4, но вот уже здесь соперницы согласились на ничью, потому что угрозы черных очень-очень опасны. Я бы здесь даже белыми заволновался, потому что сейчас, вы знаете, король идет на Ф3. И как-то по первому ряду здесь, наверное, возникают определенные угрозы. А белые пешки, наверное, далеко не убегут. Ну в общем соперницы согласились на ничью. Итак, у нас получается, что принца обыграли королей с минимальным счетом. А королевы обыграли принцесс. Тоже с минимальным счетом. И вы знаете, всего две результативные партии. Удивительно, при такой насыщенной, яркой, содержательной игре, при таком количестве острых позиций, когда действительно напрашивались какие-то результативные исходы, всего лишь два победы. Ну, Морозевич, как и следовало ожидать, получил вечный шаг. Там король никуда не мог спастись. Итак, первый день закончен. В общем и целом, да, опыт и молодость пока у нас держатся на равных. Одна победа одной команды компенсирует другую. Расстаемся с вами до завтра в 15.00. Завтра посмотрим второй тур. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok